Привет, друзья! Это Кухня наизнанку. Вот и конец октября. Как и обещала, начинаем готовиться к Новому году, чтобы все успеть. И начну с мяса. Как раз и оператора порадую. Сегодня покажу три блюда, которые я обязательно готовлю на новогодний или рождественский стол. Это уже традиция. Холодец, домашняя колбаса и мое любимое мясо поздоровски. А начну я сегодня с самого сложного – холодец. Куда же без него? Сколько себя помню, это блюдо всегда было на нашем новогоднем столе. Ирония судьбы и холодец. Ну и мандаринки под елочкой. Вы давно просите показать меня, как я готовлю холодец. Тут, конечно, не все так просто, как я люблю, но очень вкусно. Это рецепт моей свекрови. Вкуснее я не пробовала. Мамочка, я знаю, вы смотрите это видео, поэтому еще раз уже при всех говорю вам спасибо за этот рецепт. И отдельное, спасибо за лучшего в мире мужа. Но давайте готовить. На самом деле четкого рецепта здесь нет. Мы никогда не взвешиваем, сколько мы кладем в кастрюлю мяса и сколько наливаем воды. Но сегодня я для вас все взвесила и отмерила. Итак, мясо. Его нужно предварительно вымочить в холодной воде. Мяса нужно много. Сегодня у меня вот такая борщевая говяжья кость – полтора килограмма. говяжий сустав. Вот такой немаленький. Тоже чуть больше, чем полтора килограмма. Антрикот примерно 700 граммов. Это чтоб мяса мало не оказалось. И половина курицы. Тоже около 700 граммов. У меня для таких блюд специальная кастрюля 8 литров. Идеальный размер. Я в ней и бульоны готовлю, если кости большие. И заготовки на зиму делаю. Удобно в ней стерилизовать и места много она не занимает. Заливаю мясо чистой холодной водой так, чтобы вода покрывала мясо полностью. И убираю в прохладное место на несколько часов. Можно на ночь. Затем воду сливаю и снова наливаю чистую. Примерно 3,5 литра. Курицу пока убираю в холодильник. Варю только говядину. Довожу до кипения, постоянно снимая пену. Первую воду можно слить. Когда хорошо закипит, переключаю на самый минимальный огонь. У меня это 3 из 14. И варю примерно 2,5 часа. Кипеть должно очень-очень медленно. Просто слегка побулькивать. Вот так примерно. Прошло 2,5 часа. Готовлю место под курицу. То, что я подготовила сюда не влезет. Поэтому оставила кусочек примерно 500 грамм. Опускаю в бульон и на таком же медленном огне готовлю еще полтора часа. Тоже очень-очень медленно должно кипеть. Здесь уже видно какой густой получается бульон. Мясо уже хорошо разварилось. Значит можно добавлять чеснок и соль. Чеснока беру на такое количество примерно 12-15 небольших зубчиков. Но тут, конечно, можно регулировать по своему вкусу. Пропускаю чеснок через пресс и добавляю примерно столовую ложку соли. Если соли будет мало, можно позже подсолить по вкусу. Чеснок хорошенько перетираю солью. Должна получиться вот такая кашица. Чтобы проверить застынет ли холодец. Опускаю в бульон ложку и пробую ее пальцами. Когда бульон слегка посохнет, пальцы вот так склеиваются. Значит все отлично. Если такого эффекта нет, нужно варить еще. Мы никогда не добавляем в холодец желатин. Всегда и так отлично застывает. А еще мы очень не любим жир в этом блюде. Поэтому весь жир очень тщательно я снимаю. Конечно, я его не выбрасываю. Потом можно понемногу добавлять другие блюда. Но здесь он точно не нужен. Добавляю в бульон 4-5 лавровых листочков. И подготовленный чеснок с солью. Если нужно, еще досаливаю. Кипячу 10 минут и отключаю. И даю бульону настояться еще минут 10. Затем аккуратно достаю из кастрюли мясо и кости. Вот что осталось от сустава. А вот борщевая кость. Все отлично разварилось. Теперь отделяю от костей мясо. Убираю кожицу и все лишнее. Осталось разложить мясо по формочкам и залить бульоном. У меня вот такие небольшие формы, которые очень красиво смотрятся на праздничном столе. И они практически порционные. Но, конечно, можно использовать даже обычные глубокие тарелки. Выкладываю мясо. Немного говядины и курица. Мы любим кусочки побольше, чтобы мясо чувствовалось. Но можно и помельче сделать. Тут кто как любит. Бульон обязательно процеживаю и заливаю уже чистым бульоном подготовленные формы с мясом. Оставляю на столе, пока остынет. Затем убираю в холодильник до полного застывания. Вот что у меня сегодня получилось. Думаю, что рассказывать насколько это вкусно нет необходимости. Невероятно ароматное и всеми любимое праздничное блюдо. Да, повозиться приходится, но это того стоит. Напишите в комментариях, готовит ли в вашей семье холодец на новогодние праздники. Буду благодарна, если поделитесь своими рецептами. Слушай, я уже не могу снимать. Какой ты нетерпеливый. Второй рецепт мясные колбаски с чесноком и зеленью. Готовить можно с любым мясом. У меня сегодня свинина. Нарезаю на кусочки и измельчаю в мясорубке с крупной сеткой. Добавляю к фаршу измельченную свежую зелень. У меня петрушка и укроп по 3 веточки. Пол чайной ложки паприки. Черный молотый перец. И соль по вкусу. Чеснок нарезаю мелко и отправляю к фаршу. Сюда же 200 миллилитров холодной воды. Это обязательно, иначе колбаски получатся сухими. Перемешиваю фарш хорошенько и убираю в холодильник на 3-4 часа. В это время подготовлю оболочку для колбасок. У меня свиная кишка около 2 метров. Не замечал? Ну не у меня. У меня колбасок. Заливаю ее теплой водой и оставляю на 10 минут. Теперь нужно наполнить оболочку фаршем. Я использую специальную насадку на мясорубке. Но если ее нет, можно использовать горлышко от пластиковой бутылки. Или конус из картона, обвернутый фольгой. Наполнять нужно не слишком плотно, чтобы колбаска не лопнула в духовке. Завязываю концы. И перекручиваю кишку в нескольких местах, чтобы получились вот такие колбаски. Выкладываю форму для запекания. Накалываю зубочисткой. И ставлю в духовку. Запекаю 25 минут при 170 градусах. Затем увеличиваю температуру до 200 градусов. И запекаю еще 25 минут. Конечно, можно запечь такие колбаски и на гриле. Будет еще вкуснее. Посмотрите, сколько сока. Ммм, вкусно. И еще один рецепт, который и в этом году будет на моем новогоднем столе. Мясо по-здоровски. Название появилось сразу, как только мы попробовали это вкуснейшее блюдо. Если вы его уже тоже готовили, оставьте свой отзыв в комментариях. Любое мясо по этому рецепту получается потрясающе вкусным. Очень рекомендую. Мясо нарезаю на вот такие кусочки. У меня свинина, примерно 1 кг. Добавляю черный перец и 3 столовых ложки томатной пасты. Смазываю пастой каждый кусочек. И убираю в холодильник минимум на 6 часов. Затем достаю мясо из холодильника, солю и выкладываю на противень. Я использую силиконовый коврик, но можно взять обычную бумагу для выпечки, слегка смазанную маслом. В отдельной емкости смешиваю 2 столовых ложки майонеза, 2 столовых ложки сметаны, столовую ложку французской горчицы и 2 зубчика чеснока. Перемешиваю это все. И выкладываю на мясо. Сверху посыпаю сыром. И ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Вот такая красота получается. Празднично, безумно ароматно и очень-очень вкусно. Причем вкусно с любым мясом. Даже куриное филе при таком способе приготовления остается сочным. Попробуйте приготовить. Я уверена, понравится всем. Как всегда, все рецепты смотрите под видео. Жду ваши отзывы. Буду рада, если какое-то из этих блюд окажется на вашем праздничном столе. Ставьте лайк, чтобы не потерять эти рецепты. Подписывайтесь. И, конечно, жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Впереди еще много всего интересного.